Я посмотрел, какие есть рейсы, и на сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву. Вутиль, господа, пора вутиль, о чем я сейчас рассказываю. Сергей Кириенко, это главный пиарщик Кремля для тех, кто не в курсе, во вторник вечером объявил о старте Всероссийского конкурса политтехнологов, а уже через несколько часов у нас, похоже, появился победитель. Именно, Навальный в очередной раз умыл старперов, которые давно перестали ловить мышей. Они тут для него свежую страшилку замутили, мол, дело заведем, когда вернется. Ну, через ФСИН позже об этом подробнее поговорим. А этот я в Россию лечу, ребята, встречайте. И даже билеты купил на победу. Мне, если честно, на самом деле интересно, чем же оппоненту ответят эти застрявшие в 90-х кремлевские папуасы. Впрочем, ну что они могут? Какую-нибудь глупость снова исполнить, например, прислать своих дуболомов в аэропорт и скрутить там этого Навального по прилету. Так он только Онова и ждет, я уверен. У меня вообще складывается ощущение, что тактика, которую избрал Алексей Анатольевич, на этот раз призвано продемонстрировать миру, что царь всея Руси не просто неадекватен. Человек сбрендил окончательно. Приехать в Германию это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня все-таки не убили, и я выжил. И теперь угрожает меня посадить. Кстати, подскажу ребятам, так и быть, можно еще авиакомпанию Победа запретить в РФ и от слова вообще туишь наглец. Мало того, что вернуться решил не вовремя, так еще и Победа и летит. Я на самом деле отчетливо представляю себе эту картинку, как они там сейчас зависли. Но они же разучились думать за 20 лет стабильности, разучились работать грамотно. И еще одно очко шатающегося режима уходит в зрительный зал. Начинаем! Вообще, конечно, тупость стариканов из ЦК, но она уже просто в глаза бросаться начинает. Они почему-то уверены, что на дворе по-прежнему 90-е, и поэтому ведут себя как гопники из того времени. Но вот давайте рассмотрим внимательно хотя бы эту историю с заменой условного срока оппозиционера на реальный, которую Федеральная служба исполнения наказаний инициировала в декабре. Впрочем, почти сразу стало понятно, что это бред сивой кобылы. Кремлевские вроде попробовали отыграть взад, но еще большим бредом оно обернулось. Возникла более дурацкая ситуация, уголовное дело о том, как Навальный сам у себя украл какие-то деньги, завели в СК, во всяком случае заявляли они об этом. И тут уже за границу прорвало, в смысле иностранные СМИ, которые до того как просто наблюдали за происходящим со стороны. Если его посадят в тюрьму, это превратит его в своего рода мученика и еще больше укрепит его статус жертвы системы, вызвав еще большую поддержку среди населения. Он опасен не тем, что теперь режим Путина рухнет в одночасье, а тем, что люди на самом верху сознают, что уже перешли все красные линии как внутри страны, так и за ее пределами. А впрочем, мы же сейчас говорим о деревянных солдатах Урфина Джуса, для которых здравый смысл не слышали. Они по привычке прут на пролом, знаете, как в фильме про зомби каких-нибудь, перед которыми закрывают двери, и они друг на друга наваливаются, а зритель ждет, что дверь однажды не сдюжит. Ну вот так вот решаются проблемы по-путински. Те ребята, по-моему, по-другому в принципе проблемы решать не умеют. Сейчас будет не совсем в тему, но очень показательно. Путин в один город собирался приехать, говорит, хочу посетить городскую больницу. Здоровых больных завезли туда. Вы как? Мы здоровы. Нормальный разговор в больнице идет. Возвращаясь к нашим баранам, скажу честно, я все-таки был лучшего мнения об этих господах. Акилла промахнулся. Бредовую идею в Синовце, в ЦК, все-таки решили реанимировать. 12 января стало известно о том, что в Симоновский районный суд столицы поступили документы о замене условного срока оппозиционера на отсидку. Славься странам и гордимся тобой. Это реальная журналистика. В какое же прекрасное время мы все-таки живем. Поехали! Ну и давайте к конкретике сразу. Итак, условный срок, о котором идет речь, это срок по делу Ифраше. Само дело дальше обсудим. Решение по нему вступило в силу 30 декабря 2014 года. Именно этим решением Навального приговорили к 3,5 годам условно. Но есть с условными приговорами один небольшой нюанс. При назначении такого рода наказаний судом устанавливается срок испытательный. То есть это такой временной промежуток, в течение которого человек должен как бы продемонстрировать обществу, что в отношении него не ошиблись, что он готов и может быть полноценным гражданином этого общества, оставаясь на свободе. Навальному назначили 5 лет того испытательного срока. И все эти 5 лет он должен был быть зайчиком. Иначе в тюрьму поехал бы. Теперь мы подошли к главному. Берите калькулятор, считайте. В декабре 2019 период испытаний по Навальному истек. По закону судимость должна была быть погашена. Тем более, что пятерка это верхний предел. Для испытательного срока там от 6 месяцев до 5 лет. Все, не я это придумал, и не Навальный. Таков закон. Что делают ребятишки и наш самый гуманный, дабы удавку на шеи главного царского врага не ослаблять, а они все-таки находят призрачную, но лазеечку, через которую оппозиционера грузят еще одним испытательным годом в нарушении всех норм. В последний момент, хотя теоретически, повторюсь, такая возможность у них действительно была, и они ее использовали. В течение испытательного срока осужденный должен соблюдать все обязанности, которые возложены на него по приговору суда. При нарушении какой-либо обязанности с судом может быть решен вопрос о продлении испытательного срока. Но теперь-то все. Все-таки так, лишний год. С непогашенной судимостью отходил. Все сроки прошли. Совесть надо иметь. В конце концов, нельзя же вечно этот испытательный срок продлевать. Недаром в уголовном кодексе прописано 5 лет и до свидания, но мы же на России живем, где закон этот давным-давно. Пустой звук. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно ворвать вагонами и всегда оставаться на плаву. Вообще, как по мне, чистой воды беспредел. В 90-е так бандиты поступали. Помните, да, было время, когда ставили человека на счетчик за 3,50 долга и доили затем по полной гайке. Здесь то же самое, по-моему. Приговорили к условному сроку. 100 лет назад и до китайской Пасхи теперь, видимо, собираются этим условным сроком оппонента шантажировать. Ну, как-то несерьезно, не находите? По крайней мере, если мы говорим о цивилизованном обществе, хотим, чтобы с нами считались нормальные люди, мы же все время кричим, что мы север их держава, а живем все еще по понятиям подворотней, что самое печальное. Общество это принимает, хотя, чему я удивляю? Отдельного внимания заслуживает само дело Ифраше. Я, если честно, материалы по нему в десятках разных источников читал, все пытался понять, с какого боку туда того Навального прикрутили. Единственное, что понял в итоге, из-за фамилии. С Ифраше действительно работал младший брат Алексея Анатольевича Олег, а Навальный старше. Причем он, кстати, в деле вообще только в одном единственном контексте упоминается. Пару раз попытаюсь передать всю абсурдность внимания. По мнению следствия, политик осуществлял общее руководство операциями, оставаясь в тени. Вот это поворот. Значит, острая тема и на... Слушайте, да таким макаром любого из нас, какой хош громкой истории можно пристегнуть, напиши в материалах дела. Следствие полагает, что ты или я или он, оставаясь в тени, что важно, осуществляли руководство операции, ну, к примеру, по убийству Кеннеди. Все, для дела этого достаточно, для суда тоже так получается. У всех естественный вопрос, что это было. И я могу отослать только к известной взломанной переписке администрации президента, где они прямым образом это пишут, что нужно периодически тестировать общественное мнение на предмет посадки Навального. Вот мы видели очередной такой тест общественного мнения, когда это вбрасывается, все нервничают, это муссируется, а потом принимается какое-то решение. Это уже происходит четвертый или пятый раз. Кстати, там и с потерпевшими-то беда их не было, по сути. Дело возбудили по заявлению наемного гендиректора, который из Ифраше вообще уволился в итоге, отказался выступать в качестве потерпевшего. В суд не вызывался в принципе. Представители компании и владельцы и вовсе заявили, что претензий к Навальным не имеют. Но оно как-то никого особенно не заинтересовало. Суд состоялся и седьмой год к ряду. Затем кривым вот этим делом человека шантажируют, по сути удерживая в заложниках. Я вот просто таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дымом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Ну если совсем серьезно, друзья, вы можете относиться к этому Навальному как угодно. И я за него не заступаюсь. Мне просто расклад не нравится. Я все понимаю. Речь идет о политической борьбе, в которой любые средства хороши, поскольку приз, что светит победителю по итогу, не пшивая грамота, а власть в огромной стране, большие серьезные деньги, влияние на конец. Но даже в политической борьбе, как мне кажется, должны существовать какие-то правила. Нельзя бороться за власть бандитскими методами. Это ненормально. Нельзя действовать через коррупцию. Оно в конце концов приведет к плачевным последствиям. Помните, почему Шарапов возмутился поступком Жеглова в бессмертном месте встречи? Один раз закон подомнешь под себя, второй, а потом привыкнешь и начнешь этим законом в дырки вследствие затыкать, как тебе больше нравится. Мы сегодня к этому уже пришли и что-то такое наблюдаем. И все это, между прочим, произошло с нашего молчаливого согласия. Когда бездоказательно сажали, например, Ходорковского, мы с ними соглашались и говорили, ну да, в данном случае на закон, наверное, наплевать, потому что Ходор не самый честный мужик на планете. Потом мы точно так же позволили осудить по беспределу Навальных, Удальцова и прочих, про кого нам говорили по ящику, ну этих-то тоже ведь можно, да. А сегодня вот уже и до тебя добрались, до соседа твоего. Не тот пост лайкнул, не на тот митинг сходил маску, не надел на бутылку и на конкретный срок. Нет, а самое главное, обижаться в данном случае не на кого. Сами ведь этот ящик Пандоры когда-то открыли. Вы подумайте об этом, все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете, подписывайтесь, в друзья добавляйте системы, предлагайте, поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.